Доброе утро, дорогие друзья! В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов. И у нас сегодня реально будет неземная красота. Да, уже есть. Она к нам уже прилетела, и еще даст мастер-класс, ты понимаешь? Друзья, у нас сегодня удивительные гости, основательница дизайн-бюро М. Жукова и Марина Жукова. Все правильно? Вы нас поправляете. Вы ведущая, вы автор многих статей по декору, вы проводите людям ликбез, как правильно создавать интерьер, как наводить красоту, в принципе, да, какие-то правила и тренды, о них вы рассказываете. Надеюсь, вы это сделаете в нашей студии. В общем, мы вас приветствуем, Марина Жукова, он в гостях. Всем доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде чем начнем наши разговоры, во-первых, я хочу сказать, что вам лучше, конечно, не только слушать нас, но и смотреть, потому что, во-первых, конечно, приятно начинать утро понедельника с лицезрения. Ну, вот у меня замечательная напарница, вы ее предыдущие три часа наблюдали, а теперь две девушки прекрасных в студии, поэтому включайте, смотрите нас. Но еще есть один нюанс. Мы сегодня в прямом эфире будем проводить мастер-класс. Новогодний. Да, поэтому вам нужно это видеть, не только слышать, но и видеть. Поэтому подключайте, 742-й канал Триколора, приложение для мобильных устройств и так далее. Триколорационно 899 FM Москва, 102 FM Питер. Марина, вы как дизайнер, скажите, вот сейчас, в этот Новый год, который наступит, 2018-й, что модно? Вот какие такие фишечки есть уже? Ну, если мы будем говорить про цветовые тенденции, да, то есть такой законодатель Пантон. Он на следующий Новый год определил цвет, это ультрафиолет. Цвет сложный, связать его с какими-то тенденциями пока тоже сложно, но он состоит из двух цветов, это бордо и синий, насыщенный синий. Бордо, и все стилисты в один голос говорят, не только дизайнеры, да, вообще в принципе, что бордо — это вот огонь следующего года. То, что надо. Да, поэтому на Новый год, пожалуйста, не стесняйтесь, красное платье, красная помада. Традиционный вообще красный цвет, он новогодний. Ну, зависит от предпочтения, но в принципе не возбраняется. Отлично. И, соответственно, декор дома, квартиры тоже можно использовать. Да, мы тоже вводим красный цвет, красные салфетки. Цвет уходящего года, 17-го, это гринери, зеленый цвет, который покорил всех не только цветом, но и тенденциями пальмовых листьев, банановых листьев, тропиками. Я не знаю, мне кажется, он будет держаться еще точно не один год, и его тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ну и плюс зеленая елка, ну, это классика. Понятно. То есть то, что модно, это просто как рекомендация. Это абсолютно рекомендация. Это никак не навязывают тебе что-то обязательно? Нет, вообще в дизайне говорить про тренды можно и нужно, но придерживаться нужно собственных предпочтений. Потому что настолько все субъективно, что... Ну, вот, ну, не нравится. Дать какой-то огульный совет тому и тому. А если собственные предпочтения, ну, совсем кривые, что делать? А кто кривизной их определил? Ну, как дизайнеры на то и существуете. Вы, дизайнеры, все, кто нам рассказывает, как нужно правильно все делать? Правильно, но все нужно на себя проецировать. Если вам это не подходит, дизайн, он тем и, как бы, фишка дизайна в том, что он индивидуальный. Вот бордовые ковры на стену. Ну, да, кстати, это сейчас очень модно. Опять тенденция, ковры на стену, пожалуйста. Друзья, пишите и вы свои вопросы. Я думаю, что Марина Жукова с удовольствием прокомментирует ваш запрос. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ» и «Ватсап.Вайбер 909-928-189-9». Мы совсем скоро вернемся. И через песенку возвратимся к нам. Напоминаю, что у нас в гостях Марина Жукова, основательница дизайн-бюро «МЖукова». И мы об интерьере говорим, о дизайне. Да. Лиза Калинина, Никита Некрасов, это «Утро страны». У нас в гостях замечательная основательница дизайн-бюро «МЖукова Интерьерс». Марина Жукова и регалий Марина очень много. Я постепенно за эфир их все буду произносить. Дизайнер, декоратор – это основное. Мы говорим о дизайне интерьеров, ну в том числе, конечно, у нас такая, скажем так, подтема – это новогоднее. Все, что связано с Новым годом. Новогодний дизайн, не знаю, как лучше сказать, потому что я не дизайнер. Марина, вот мне еще интересно, для чего нужно, как вы считаете, создавать вот эту новогоднюю атрибутику? Это правда как-то вселяет настроение в семью, дух? Вселяет, да. Вы в этом уже профи убедились? Правда, что-то происходит, какие-то чудеса? Декор вообще влияет на человека. На настроение. На настроение, на самоощущение, на мироощущение. Важно, в какой атмосфере мы живем. И Новый год все-таки для нас – это событие. К нему можно относиться по-разному. Кто-то говорит, ну, там, ну, Новый год, да, окей. Очередной повод встретиться с друзьями. Ну да, какой смысл? Какой смысл, значит, украшать на одну ночь? Да. Но, на самом деле, Новый год, он не длится вот по ощущениям одну ночь, да? Мы готовимся к нему. И, на самом деле, подготовка занимает гораздо больше времени. И она важнее, чем сам финал. Конечно, однозначно. Потому что процесс, он очень короток. Вот. И может сократиться еще от количества выпитого. Поэтому можно даже ничего не заметить. То есть смысл есть, да? Смысл есть. Создавать себе настроение. Создать атмосферу, атмосферу праздника. И если вы до этого никогда не делали, просто попробуйте, ну, поставить пару аксессуаров, которые будут вам говорить о новом, ну, о каком-то празднике. И это поменяет прям ваши ощущения очень сильно. Угу. Поэтому, пожалуйста, украшайте меня. Украшайте, не стесняйтесь. Мы за эфиром начали говорить о символах Нового года. И вы обещали рассказать нам что-то интересное. Да. Про вот эту бешеную собаку. Ну, слава богу, она... Нормальная? Нормальная? Привитая. Привитая восточная собака. Да, символ нового 2018 года — это собака. И прям welcome всем ленивым. Потому что собака не любит... Любит простоту. Ага. И украшать в этом году и ёлку, и дом можно очень-очень просто. Курицу съел, косточки повесил на ёлку, и всё. Да. Можно взять ёлку и вообще её не украшать. Ага. То есть поставить её как... Зелёный. Как зелёный предмет. Как домашнее растение какое-то, да, там... Она может быть небольшой, их может быть несколько. Если нет у вас места для большой ёлки, но это не всегда возможно. Даже вот у меня сейчас не стоит ещё ёлка большая. Но у меня есть несколько маленьких. Это там же вообще в заботах, в трудах. Несколько маленьких сапожниками. Да, ну так обычно бывает, ничего страшного. И вот эти несколько маленьких... Они могут просто стоять вообще без декора. Да. Если всё-таки вы решились на декорирование ёлки, то есть очень много таких простых советов. Например, вы можете взять один цвет декора и украсить ёлку в одном цвете. Ну, я люблю такое. Это смотрится очень стильно. Западная такая у них фишка. Да, это по-западному. Российская традиция брать ёлку, именно ёлку, а не пихту, как сейчас продают, неправильной формой, и украшать её разными игрушками, совершенно не связанными. Так асимметрично. Асимметрично, да. В этом тоже что-то есть, да, в этом тоже что-то есть, и это тоже красиво смотрится. Ещё одна тенденция — украшать ёлку искусственными цветами. Ух ты, ничего себе. Да, такого не было, ну, в советское время точно. Особенно бордовыми, раз сейчас надо, или красными. Да, пожалуйста, красные розы. Миллион, миллион, миллион. Спасибо, Марина. Так, три совета есть, как украшать ёлку. Я думаю, что мы ещё советуем от наших гостей. Марина Жукова, основательница дизайна бюро МЖукова Интерьерс. Мы услышим, получим, да. Если у вас есть вопросы, пишите группу «Страна.фм» ВКонтакте, я вам в помощь. Ну, а мы уходим на важную и нужную рекламу, вот, и очень скоро вернёмся. Сразу после Олиги Карловой. Никита Некрасов в студии Лизы Калинина, и у нас чудесная гостья. Основательница дизайн-бюро МЖукова Интерьерс, дизайнер, декоратор Марина Жукова. Мы продолжаем получать рекомендации и советы от Марины. И остановились, как украсить стол, правильно? Решили поговорить. Все-таки новогодний стол — это финальная точка года. Финальная, так скажем... Для многих это вообще... Это кульминация. Финальная стартовая, почему же? Ну да, это знаковое вообще место. Новогодний стол. Как правильно его подать, что ли? Таз оливье. Таз оливье, да. Ведро шампанского. Не-не, ну какие-то вот фишечки, как украсить? Вот этот сгоревший... Куда всё положить? В этом году вот мне понравилась одна идея — не класть на стол традиционную скатерть, а положить пледы. Ого! Да, такие клетчатые, шотландская клетка, пледы тёплые. Это и уют приносит, и что-то необычное. Даже они небольшие, их можно несколько положить, да? Это уже будет необычно и красиво. Плюс, если мы возвращаемся к Симову Лугода, собака, полный её титул — жёлтая земляная собака. Жуть. Жуть. Жёлтая, значит, мы можем использовать жёлтый цвет, а жёлтого цвета зимой всегда не хватает. Но не просто взять и там что-то жёлтое положить, а очень красиво смотрится и современно, и модно, и в тенденции. Это латунные аксессуары, в том числе это могут быть предметы, ножи, вилки, столовые приборы. Подсвечник можно. Да. Большой такой, витой. Реально скоро будет это давать, конкурент растёт. Не-не-не, просто драться им потом тоже хорошо, удобно. Со стола сорвал, кого-нибудь запустил. И если, опять же, взять красный цвет, как за основу, например, салфетки, можно положить белые тарелки чистого белого цвета, латунный прибор. Это будет смотреться просто, стильно, без изысков, но очень, что называется, и в тренде, и не перегружено декором. В принципе, это вообще, я вот сейчас понимаю, что как хорошо, что наконец собака появилась, потому что наконец-то простота будет какая-то. Неужели? А всё драконы вот эти вот непонятные. Нам тоже вот советовали нашим слушателям и зрителям, расскажите вот про манку в баночках. И что это такое? Про манку в банке? Про манку в банке мастер-класс будет. Надо показывать. Надо показывать, потом покажем. Конечно. Покажем, да, хорошо. Манка в банке чуть позже, друзья. Допустим удочку. Совет у нас будет такой, рекомендация. Как украсить комнаты, свои студии и так далее. То есть, получается, запоминаем бордовый цвет основной, красный тоже. Красный, бордовый, зелёный, жёлтый, фиолетовый, ну, по желанию, потому что он просто не везде подходит. Он сложный, смелый и нужно прям очень всё продумать, чтобы фиолетовый появился. Хотя его можно добавить в каких-то вот деталях прям мелких, так, чтобы галочку поставить. Хорошо. Друзья, ну что же, мы совсем скоро вернёмся. Я напоминаю наши контакты, группу ВКонтакте «Страна.ФМ». Задавайте свои вопросы. Либо вы тоже можете получить какую-то рекомендацию. Вот вы спросите, а можно так украсть? И вот вам Марина скажет, нет, нельзя. Или да, можно, дерзайте. Пишите сообщение 8909-928-189-9, в WhatsApp, в Viber, SMS, а мы скоро вернёмся. Оставайтесь с нами, «Страна.ФМ». Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Доброе утро, дорогие друзья. Это «Утро страны». Лиза Калинин, Никита Некрасов. У нас в гостях Марина Жукова, основательница дизайн-бюро «МЖукова Интериорс». Разговариваем мы про новогодний дизайн, как украсить стол, как украсить ёлку. Обязательно перейдём к вашим вопросам, которые вы задаёте в группе «Страна.ФМ» ВКонтакте, а также на WhatsApp и Viber, 8909-9281-899. Ну и, конечно же, как мы и обещали, у нас в эфире сейчас будет мастер-класс, поэтому включайте и смотрите во все глаза. Марина, что вы хотите предложить? Что вы, во-первых, подготовили? Да, у нас на столе появилась масса различного реквизита. Стекла. Ну, наконец-то мы откроем секрет манки в банке. Да, да, да. У нас банка. У нас есть банка. У нас есть банка. Да. Как ни странно. Здесь я ещё подготовила ряд аксессуаров простых, которые тоже можно использовать. Например, такую колбу можно поставить ёлку, не обязательно такую, можно маленькую, искусственную, можно ветки набрасывать. Я подскажу, кто нас слышит, у нас свечка в красивом подсвечнике, такие современные, даже не знаю, как называть, игрушки, похожие на планеты. Ёлка в банке такой, большая. В колбе. В колбе, да. И такая икеевская банка стильная, очень популярная. Банка с крышкой. С крышкой, да, стеклянная. Вот. И что ещё не вижу? Маленькие крышечки. Есть маленькая ёлочка пластиковая и веточка. Веточка. Так, ну что, давайте. Веточка хвойная. В принципе, простые достаточно все инструменты. И можно их найти, мне кажется, в любом доме. Итак, мы берём банку. Сейчас Марина банку эту открыла. Открывает короб с манкой. По сусекам поскребла утром Марина в 5 утра. Ну, кашу ману у меня дети любят. Поэтому я далеко не пошла. Так, манку мы насыпаем в банку. Вот как раз это самая заветная фраза «манка в банке». Манка здесь для чего? Она у нас символизирует снег. Да, очень даже символизирует, кстати. Можно использовать сахар, вату, любой белый, сыпучий или несыпучий предмет. Но манка классная, она правда как... Она как снег. Да. Всё, ставим ёлку в манку. Ёлка маленькая такая, прозрачная. Ёлка можно сделать её вот зелёной. Можно в прозрачную ёлку воткнуть ветку. Ага. Возможно так. Вот. То есть у нас получилась баночка. Как бы наполненная снегом. И среди снежного этого сугроба выросла стеклянная ёлочка. Внутри этой стеклянной ёлочки мы вставили внутрь веточку искусственной ёлки. Вот. Банка закрывается и ставится на видное место. В неё можно добавить какие-то фонарики, которые, как гирлянды, которые не требуют подключения к розеткам, на батарейке, на аккумуляторе. А можно добавить молока и поставить... С виски. Да. Сварить кашу. Ну это первого числа уже после нового года. Можно ёлку вот так клеем слегка так обработать, насыпать сверху манки, вот у вас ёлка в снегу. В снегу, да. И несколько таких баночек можно поставить по квартире. Можно сделать таких баночек несколько, расставить по квартире, поставить на стол. В них можно поставить свечку. Свечи вообще... Огонь — это символ очага и символ Нового года всегда. Да, поэтому свечи, они классика вечная, которая никуда не денется. Да сейчас ещё такие свечи можно тоже на любой вкус подобрать. Да, а можно ещё и светодиодные свечи, которые безопасны совершенно, можно их использовать. В общем-то вот, это очень просто, каждый это может сделать. И с детьми, и с детьми, и с детьми, и с детьми обожают эти занятия ручные. Замечательно. Ну вот практически совет мы получили. Сейчас Альбина Джанабаева с песней «Самое главное». И мы самым главным, а именно сегодня это Марина Жукова, мы обязательно к вам вернёмся. Поэтому оставайтесь с нами. После танцев. Друзья. Естественно. В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов. В гостях у нас сегодня дизайнер Марина Жукова. Я как раз зашла на страничку Марины сейчас в перерыв. И очень классная такая статья вами написанная. Совет коротко, что любой интерьер, во-первых, он должен быть функциональным, правда же, он должен быть удобным. И он строится под главного героя. То есть бывает так, что всё красиво. Ну вот вообще тебе не подходит. Тебе в этом некомфортно, неудобно. Ну ты другого склада человек, да? Там более мобильный, а живёт в артикуляторе. Да, задача дизайна и дизайнера как раз в том, чтобы, ну как психолога, определить тип личности и что этому человеку подойдёт. В этом как бы смысл индивидуального дизайна. То есть не навязаны какие-то журналы? Не навязаны. Например, если взять мою квартиру, да, ко мне все приходят и говорят, ну не все, а есть ряд мнений, как здесь можно жить, очень там ярко, ещё что-то. Но это, ребят, мне тут жить, а не вам. Ну, конечно, да. И также любой человек, которому сделали дизайн по его запросу, да, по его привычкам, там, это для него, это не для кого-то. И когда приходят друзья и начинают критиковать, это нормально. Пусть критикуют. Да, у каждого своё мнение. Вот так же и с праздником. Можно сделать более помпезно как-то, можно наоборот проще, демократичнее, при этом порой и стильнее, чем когда у тебя всегда всё. Вот нам задавали вопросы, как правильно украшать ёлку. И не только ёлку, вообще квартиру. Можно же купить ветку хвойную, чтобы она пахла, не обязательно искусственная. Если, допустим, стоит искусственная ёлка, то веточку можно купить. Для запаха можно композиции из ёловых веток сделать, добавить туда шишек, ещё каких-то предметов. Даже украсить не ёлку, а именно вот эту композицию. Ёлочную. А ёлку оставить там, вот как она есть. Ну, например. То есть фантазия может улетать куда угодно. А живая ёлка или искусственная? Ну, я предпочитаю, честно, искусственная. Почему? Мне жалко живую ёлку выбрасывать. Да. А я хочу сказать, вот вам и всем, кто жалеет, что ёлки у нас, это обновляемый ресурс. Ну, всё равно время надо. Много лет. Много лет. Много лет. Я тоже искусственная. Почему? Ну, не знаю. Мне, во-первых, они пушистые. Нравится и жалко ёлки, когда они там уже 3 января валяются в мусор. А хотите, я вам расскажу лайфхак? Давай. Берёте ёлку. Так. В Москве есть такие пункты. И вывозите её в специальный пункт, где принимают эту ёлку. И делают её не игрушки. Перерабатывают. Нет, не игрушки делают. Это всё идёт на прокорм животных. Так что у нас всё в порядке. Всё в порядке. Покупайте живую ёлку, если хотите. Хотите, покупайте живую ёлку. Это правда. Но несмотря на то, что я предпочитаю искусственного, я всё равно добавляю хотя бы ветки живые в сам интерьер. Потому что они дают и запах, они дают тоже настроение. Ну и ощущение чего-то реально новогоднего. А как всё-таки украшать ёлку? Ещё какие-то советы дадите? Люди спрашивают. Вот там вот был вопрос шары или фигурки. Опять же, зависит от стиля ёлки. Для европейского подхода больше подходят шары. Однотонные, однообразные. Минималистичные. Вот, да. Количество может быть прям совершенно любым. Чем больше, тем лучше порой. Вот если они одинаковые, то лучше много. Так ёлку не будет видно тогда. Ну, зато будет ощущение праздника. Ёлки и праздника. Если по-русски так. Если по-русски, есть в этом фишка, чтобы украшать разными игрушками. Это тоже очень красиво, включая фигурки. У меня есть вообще такая традиция. Каждый Новый год покупать какую-нибудь одну новогоднюю игрушку. И они все разные. Дорогую? Не обязательно. Ну, не обязательно. Главное... Просто новую. Ну, у меня она каждый раз символизирует что-то, да. То есть, либо я её где-то покупаю в каких-то поездках, либо здесь, но она вот мне прям чем-то очень понравилась. Цена здесь вообще роли не играет, на самом деле. Она может быть чуть ли не своими руками сделана. Главное, чтобы каждый год она была новая. И можно тогда вспомнить, ага, это был вот тот мой. А это вот тот. То есть, это можно так путешествовать во времени. Как магниты на холодильнике висят. Все праздники новогодние. Сел перед ёлкой и вспоминаешь каждую... Подводишь итоги, так сказать, жизни. Да, да, да. Друзья, Марина Жукова у нас в гостях. Основательница дизайна бюро М. Жукова Интериорс. Мы рассказываем вам о том, как правильно декорировать ёлку, квартиру, стол к Новому году. Профессиональный совет у нас. Да, обязательно к этому вернёмся. Вы задавайте вопросы. Страна ФМ, группа ВКонтакте вам в помощь. Ну и, конечно же, расскажем, где вообще, в принципе, в следующем выходе Марину Жукову найти. Где посмотреть работы и всё такое. И всё такое. Вот. Оставайтесь с нами, друзья. Это телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня у нас в гостях Марина Жукова, дизайнер, декоратор. И мы советуемся с Мариной, какие всё-таки взять для себя на заметку штучки в украшении интерьера. Сейчас ещё раз посмотрела Инстаграм разных людей и понимаю всё-таки, как это важно хорошо выглядеть. Жить в красоте и уметь это делать. Хотя бы не профессионально, но как-то так, маломальски для профилактики, знать какие-то тренды. Ну, это так же, как ухаживать за собой. Также ухаживать за своим домом. То есть это, правда, важно. Смотрите, Новый год. Вот стол украсили. Ёлки, интерьер тоже украсили. Вот по одежде. Вы нам сказали цвета. А какой, ну, скажем так, формат, фасон? Это должно быть всегда очень нарядно, празднично? Или сейчас можно просто одеться как-то стильно, но casual, как говорится? Что думаете вы? Это зависит от формата вечеринки. И образа жизни, наверное. И образа жизни, да. Если это дружеская вечеринка, ну, пожалуйста, джинсы, свитер. Я очень люблю тотал-луки. Да, можно договориться с друзьями, сделать пижамную вечеринку. Или все оделись в... В плед. В плед, в свитера с оленями, да. Это очень интересно. Даже с детьми это супер. Фотки будут прям потрясающие. Когда есть форма определенная. Когда есть определенная форма, да. Как футболисты. Ну, а если это там был ик-тай, и платье в пол, то, ну, да. Значит, вот так. Не приходите в пледе. Даже в бортовом и зеленом, да. Скажите, Марина, с вами же можно как-то связаться и посоветоваться через соцсети, интернеты. Куда идти? Пишут люди просто. Куда идти, а как вас найти? Самая моя большая активность это Инстаграм. Люди пишут также и на Фейсбуке. Меня легко найти. И там, и там. Марина Жукова. Марина Жукова. Да, пожалуйста, пишите. И можно проконсультироваться в комментариях, что-то спросить. Можно. Задать вопрос. Не проигнорируйте. Я не игнорирую вопрос. Я иногда с задержкой отвечаю. Просто в силу нехватки времени. Но я в любом случае отвечу. Так что имейте в виду, наши зрители и слушатели. Как звучит название вашего сайта, чтобы люди зашли и посмотрели вообще, чем вы занимаетесь? Очень просто. Так же, как название студии меня. Мжукова.ру. Мжукова.ру. И там люди что найдут? Примеры ваших авторских работ? Обо мне информация. Какие-то статьи даже я там публикую, где меня можно найти в СМИ и так далее. То есть там много информации есть, что посмотреть. То есть, друзья, перед тем, как задавать Марине вопрос, зайдите, пожалуйста, на сайт mjukov.ru. Может быть, там уже есть ответ на ваш вопрос. Марина, а скажите, все-таки красота в доме, это всегда дорого или необязательно? Нет, необязательно. И всегда это можно сделать самостоятельно? Это можно и нужно сделать самостоятельно. Красота, вот для меня, это главное, чтобы было чисто. То есть к дизайнеру можно не обращаться? Чисто, аккуратно. Уборщица сразу же. Ну, да, и просто. Чисто, аккуратно и просто. У нас очень любят перегружать декором. Я сама в силу того, что я в декоре живу, я грешу этим, да. Но я всегда призываю, вот все, что вы сделали, а теперь половину уберите. Тогда будет нормально. Лучший враг хорошего. Спасибо вам большое. То есть можно это сделать просто, самостоятельно, недорого. Да, не дорого. С любовью. Сейчас очень много мест, где можно купить декор, поэтому вообще никаких проблем с этим нет. Главное, правильно все это сочетать, да. Ну что же, Марина, спасибо вам огромное. Спасибо вам, да, за рекомендации и советы. Ну да, у нас в гостях была Марина Жукова, основательница дизайн-бюро МЖукова Интериорс. А еще я хотел сказать, что Марина автор многочисленных статей на тему дизайна, интерьера и декорирования в журналах интернет-ресурсах. Прям блогер, ты понимаешь? Да, ищите Марину на просторах интернета, советуйтесь. Ну а мы говорим спасибо, отличного дня. Спасибо огромное вам. Друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Никита Некрасов. Целуем, пока. Хорошего дня, пока.